Здравствуйте, меня зовут Ольга Рыжко, я специалист в области охраны объектов культурного наследия, их территорий. В своих рекомендациях хочу дать вам рекомендации по защите на проектных материалов, в которых содержатся такие объекты культурного наследия, либо их территории, либо ваши участки, которые вы разрабатываете, находятся в пределах границ исторического поселения. Перед этим хочу дать общую рекомендацию, может быть, вам ее уже давали специалисты, архитекторы, что когда вы придете на защиту, вы должны четко показать, в том числе, что было до того, как вы на эту территорию пришли, то есть нужно показать ту совершенно ужасную ситуацию, ну, как правило, не ужасную, существующую ситуацию, и во что эта ситуация превратится после трансформации, благодаря реализации вашего проекта. Это очень важно, это всегда дает такой положительный какой-то заряд, вот было, вот стало. Дальше, еще такая рекомендация, просто как архитекторы, периодически участвующие, и самозащищающие свои проекты, очень хорошо, когда у вас перед глазами есть картинка, и вы, чтобы не бояться, вы рассказываете все четко по этой картинке, начиная там с верхнего левого угла и заканчивая правым нижним. То есть идете, можете читать заголовки, можете читать условные обозначения, просто старайтесь не бегать от одного чертежа к другому, не в середину, а вот прям последовательный какой-то рассказ нужно будет организовать, это вас, вам поможет. Что касается требований в области объектов культурного наследия, у нас есть такие объекты культурного наследия, у нас есть территории объектов культурного наследия, у нас есть зоны охраны объектов культурного наследия, И все это переплетается в такой очень сложный узор. И если вы работаете с центральной частью города, то чаще всего, даже если это не историческое поселение, а просто город, малый город, у вас будут такие территории, вы будете с ними работать. И очень часто проектировщики не знают или, например, недостаточно проанализировали требования зон охраны, требования к границам территории, плохо знают требования закона 73-го федерального об объектах культурного наследия, предлагают какие-то решения, которые потом не смогут быть реализованы, потому что это просто нельзя сделать. И вот в данном случае вы сейчас, перед тем, как защищаться, вы должны четко представлять, где у вас такие территории, какие в отношении этих территорий установлены режимы использования земельных участков, какие требования к градостроительным регламентам, то есть возможно ли там благоустройство осуществлять, какое благоустройство. Возможно ли, например, у нас есть некоторые проекты бывают, когда предусматривается, например, вырубка зеленых насаждений, но нужно четко ответить, а имейте ли вы право, может быть, это ценные зеленые насаждения, или, например, предлагается сделать ремонт какой-то, да, а это объект культурного наследия. То есть вы должны понимать, что здесь вы должны, во-первых, сделать проект реставрации этого объекта культурного наследия, согласовать его, выполнить это силами лицензированной организации и так далее. Все эти требования изложены в 73-м федеральном законе об объектах культурного наследия, и вы должны его перед тем, как пойдете на защиту, его изучить. Хотя бы основные статьи, в которых говорится о границах территории памятника, о зонах охраны, об этих требованиях и о работах по сохранению объектов культурного наследия. И обязательно изучить те режимы использования и те требования, которые предъявляются конкретно установленным зонам охраны и границам территории на территории вашего исследования и вашего освоения. Это необходимо для того, чтобы ваш проект был успешно и вовремя реализован, потому что любое препятствие в виде таких требований может отодвинуть реализацию или вообще сделать ее невозможным. Поэтому вы должны находиться в очень тесном взаимодействии с органом охраны региональным на объектах культурного наследия на вашей территории. Такие органы охраны, как правило, располагаются в областном городе. Вы должны туда обратиться и специалистами этих органов охраны осуществить тесное взаимодействие. Вот такие хотела дать вам рекомендации. Я думаю, что они будут вам полезны. Вопросы об этом будут задаваться всегда на защитах. И поэтому рекомендую ознакомиться с законодательством в этой области.